Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития традиционно отмечается 5 декабря. Среди нас живут и пожилые люди, и люди с ограниченными физическими возможностями. Окружают нас и те жители, которым просто нужно наше участие и помощь. Такую поддержку организовывает большое движение, которое работает по всей нашей стране, в том числе в Магаданской области и в Магадане – движение волонтеров. Это люди, которые готовы безвозмездно прийти на помощь. Такое участие помогает согревать человеку сердце и просто остаться в живых. В честь Дня волонтеров заместитель мэра Магадана Юрий Казетов выразил всем участникам добровольческих движений благодарность за их безвозмездный труд. Я сегодня хотел бы поблагодарить всех, кто работает в сфере волонтерства, пожелать вам дальнейших успехов и, главное, терпения и милосердия. С праздником вас! В помощи добровольческого движения нуждаются и пожилые люди, и молодежь, и дети. Поэтому волонтеры Магадана активно участвуют в организации и проведении городских массовых мероприятий. Именно в этот день я хочу сказать вам спасибо от лица нашего управления по делам молодежи и связи с общественностью мэрии города Магадана. Вы наша надежда и опора. Благодаря вам наши городские массовые мероприятия проходят на высоком уровне. Спасибо вам огромное за вашу деятельность, за ваше открытое сердце. Благодаря волонтерам город оживает. Они дают уверенность многим организациям в то, что то или иное мероприятие пройдет на высоком уровне, а также будут реализованы важнейшие социальные проекты. Для этого трудится небольшая, но сильная команда. В день добровольца России хочу выразить огромную благодарность всем волонтерам и добровольческим организациям, входящим в городской волонтерский корпус. Благодаря вашей поддержке и участию мы смогли реализовать важнейшие социальные проекты, поддержать тех, кто в этом нуждается как никогда. Спасибо вам огромное от лица всей молодежи города Магадана. Волонтеры активно содействуют и Магаданскому кинотеатру «Горняк». По этому случаю директор учреждения отдельно выражает благодарность добровольцам за их большой вклад в общественную работу в Магадане и области. Я хочу поздравить вас с Международным Днем Добровольца. Тех, кто не ждет, что завтра, либо в далеком будущем кто-то сделает этот мир лучше. Тех, кто делает добрые и правильные поступки уже сегодня, не жалея своих сил и времени, помогает другим людям, подавая правильный пример своим сверстникам. Вадим Мыльников отметил, что с такими соратниками наш Магадан и вся область с каждым днем становится лучше. С 29 декабря жители областного центра смогут посмотреть театральные представления лично. Магаданский театр приглашает зрителей на музыкальные сказки, балутся катухи и пеппи длинный чулок. Показы будут проходить с соблюдением всех санитарных норм. На входе организуют термометрию и антисептическую обработку рук. Кроме того, количество мест ограничено. Заполняемость зала будет не более 25%. С любыми признаками ОРВИ мы в театр, к сожалению, зрителей пустить не сможем, чтобы обеспасть остальных. Термометрия. Следом мы можем предложить использовать перчатки. Это рекомендованная мера. Ну и рассадка в зале у нас будет всего на 25%, чтобы было расстояние между зрителями в полтора метра. И вот на данный момент уже часто возникают вопросы, если родители приходят с детьми. По примеру других регионов есть такая практика, что даже семьи до пяти человек могут сидеть вместе. Решить вопросы с посадкой можно будет уже в зале театра. Администраторы готовы пойти зрителям навстречу. Также зрители обязаны будут находиться в масках. По словам специалистов, в такое непростое время нужно ответственно подходить к вопросам профилактики коронавируса. Купить билеты на представление можно на сайте театра или в кассах. Они снова заработали. Продаются билеты на сайте театра. И мы открыли продажу в кассе театра, которая работает с 11 часов до 7 вечера в будние дни и до 6 вечера в выходные дни. Перерыв в кассе с 15 до 16 часов. Разрешат ли пока спектакли из текущего репертуара для взрослой аудитории, пока неизвестно. Во время непростой эпид-обстановки сотрудники театра ведут онлайн-трансляции на своем ютуб-канале. Кроме того, специалисты готовят представления только для дистанционного просмотра. Бюджет Магадана на ближайшие три года обсудили на публичных слушаниях в муниципальном центре культуры. Проводятся они в соответствии со 131-м федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления. Принять участие в процедуре может любой магаданец. Жители областного центра имеют право проголосовать как за утверждение бюджета, так и против. По словам специалистов, бюджет на 2021 год будет заметно больше, чем в этом году. Это связано с тем, что в регионе растет заработная плата и повышаются налоговые отчисления, отмечают эксперты. У нас, несмотря на сокращение субъектов малого бизнеса, количество занятых в отраслях экономики города растет, следовательно, зарплата будет больше. Мы переходим с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения, а она будет более жесткая, чем единый налог на вмененный доход. Предприниматели будут платить все-таки больше, чем они платили по ЕНВД. Это, конечно, не очень комфортно для предприятий, предпринимателей. Нужно, наверное, подумать о каких-то льготах дополнительных, которые они получат, ну, по крайней мере, в переходный период. Но бюджет от этого, конечно, выигрывает, и в цифрах это сегодня было показано. Объем финансовой помощи на 2021 год бюджету Магадана будет значительно существеннее и превысит сумму, которая была в 2020 году, отмечают эксперты. Поэтому руководство города сможет реализовать многие планы по благоустройству фасадов, школ, детских садов, домов и других общественно важных учреждений. Однако трехлетний бюджет до 2023 года еще не до конца изучен. Экономисты области откорректируют эти данные в ближайшее время. В целом, бюджет города идет в плюс, отметил глава областного центра. Предполагается и хорошее финансирование по федеральным программам. Соответственно, будет улучшаться и инфраструктура города, строятся школы, спортивные комплексы и ремонтироваться дороги. Бюджет столицы Колымы формируют и налоги тех предприятий, которые работают на территории муниципалитета. Это, например, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц. При этом, как отмечают эксперты, чем больше денег в субъекте, федеральных, региональных, местных, тем выше будет бюджет города. Общественная палата Магадана 6-го созыва провела очередное заседание 3 декабря в актовом зале спортивного комплекса «Металист». Общественники сформировали составы профильных комиссий и избрали их председателей, а также определили состав коллегиального органа Совета палаты. Всего будут работать пять профильных комиссий. Комиссию по развитию городской инфраструктуры, благоустройству, ЖКХ и экологии возглавит председатель Российского фонда мира Ольга Федорова. Комиссию по молодежной политике, спорту и культуре возглавит член городской общественной организации «Молодежный меридиан» Анастасия Коваленко. Комиссию по законности и связям с общественностью возглавит председатель Ассоциации юристов России Илья Невижин. Комиссию по здравоохранению будет координировать действующий медицинский работник, член Федерации бильярдного спорта Роман Ловриков. Комиссии по образованию и семье будет руководить преподаватель, член ММООО экстремальных видов спорта «Молод» Константин Зеленский. О формировании Совета общественной палаты и состава председателей профильных комиссий решение приняли единогласно. Сотрудники комбината зеленого хозяйства продолжают модернизировать магаданские контейнерные площадки. Изначально в плане на текущий год было обновление 11 мест для сбора коммунальных отходов. Однако позже их количество увеличили на 35 объектов. На обновление площадок было выделено 7,5 миллионов рублей. Для города приобрели 335 баков. Из них 218 металлические, 117 пластиковые. Сейчас специалисты трудятся по проспекту Карла Маркса и улицы Якутской. Завершили работы по улице Нагаевской. Специалисты восстанавливают ограждения, ремонтируют бетонное покрытие. С начала года был взят хороший темп работы, что и позволило увеличить план, рассказывают сотрудники КЗХ. Всего в городе находится более 300 мест сбора коммунальных отходов. Особое внимание уделяют площадкам, где проводится комплексное благоустройство. Специалисты отмечают, что в Магадане много места сбора коммунальных отходов, которые требуют внимания. Индивидуальный лицевой счет в пенсионном фонде – не аналог банковского. На таком счете хранятся не деньги, а информация о пенсионных правах. Она конфиденциальна. Состояние своего индивидуального счета можно проверить несколькими способами. Первый – через сайт ПФР. Для этого нужно войти в личный кабинет гражданина. Логин и пароль нужно использовать от Госуслуг. Второй – через сам портал Госуслуги. В разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать подраздел «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации». Затем – Пенсионный фонд Российской Федерации. Третий – через многофункциональный центр или клиентскую службу ПФР по предварительной записи. И четвертый – через банк. Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк такую услугу своим клиентам.